В Махачкале строится очередная многоэтажка и снова в чужом дворе. Жители дома по улице Советская 3 жалуются на действия застройщика, ведь семиэтажное здание возводится с нарушениями и прямо у них под окнами. Хозяин стройки встречаться с людьми отказался в погоне за наживой. Застройщикам зачастую просто некогда учитывать мнение людей. Написать Шамхалова разбиралась в ситуации. Небольшой махачкалинский двор по Советской 3. Он находится в самом центре города. В течение последних лет застройщики в этом и без того очень тесном дворике неоднократно пытались возвести семиэтажный жилой дом. Просто удивляешься этим людям, которые везде находят малейшая возможность куда-то втиснуть свой дом, тем более такой многоэтажный. Ведь хочется напомнить, сюда приезжал полномочный представитель президента Маликов по поводу жалоб жителей школы механизации дома. Он сказал, прекратите точечную застройку города, внутри города. Всё равно всё это продолжается. Собственники квартир не раз обращались в различные инстанции с просьбой избавить их от настойчивого строителя. Но пока это ни к чему не привело. В настоящее время дело рассматривается в Верховном суде Дагестана. В первую очередь вот эти люди, которые проживают на этой территории, должны были участвовать в обсуждении проекта этого строительства. Но, как я слышу от жителей, не было такого участия. И форма этого участия определяется градостроительным кодексом, 28-й статьёй. Это публичные службы, которые проводят органы местного самоуправления. Составляется протокол. Люди все говорят, что такого участия не было, такого протокола нет. В этом доме проживают заслуженные люди. В основном это видны учёные, проработавшие в дагестанских вузах всю свою жизнь. Выйдя на пенсию, вместо того, чтобы отдыхать, им приходится воевать за свой двор. Представитель застройщика предупредил жильцов о том, что их гаражи будут сносить. Мнение жителей дома никого не интересует. Мы очень любим свой дом. Мы любим свой двор. Мы настолько были уверены, что наша старость пройдёт так же спокойно, как мы жили все эти годы. Теперь вот уже несколько лет нам не дают спокойной жизни. Бесконечные претензии на захват чужого участка. У нас там в этом сарае лежат половина мебели, которые не поместились в квартире. Библиотека у меня, значит, большая библиотека, книги там, очень ценные книги. Да и другие, не считая другие, там хозяйственные нужны. Это претендент, а и там претендент. Просто нам покоя нету в этих вопросах. В Махачкале ситуация с незаконным строительством остаётся сложной. Бизнесмены продолжают предпринимать попытки захвата земельных участков. Они возводят капитальные объекты во дворах, в парках и скверах, уничтожая зелёные насаждения, лишая населения мест для прогулок и отдыха. Написать Чамхалова, Гульнара Гуруева, Рамазан Амаров. Время новостей.